Деви Мы говорили о семье по всему миру И знаете, что самое прекрасное заключается в том, что Слово Божье, оно не имеет нелицеприятно Это не американская доктрина Это не украинская доктрина Это Слово живого Бога Аминь И я настолько радостна Это первый раз я в мессианской церкви И мне нравится Мне нравится, как вы радуетесь и празднуете Мессию Поклонение очень глубоко в моем сердце Аминь И то, что мы слышали, как брат делился со Словом Божьей Мой муж говорит, Дебби, скажи Слово Божье народу сегодня И я молилась И я просила Господа, что он хотел, чтобы я поделилась И вы знаете, брат поделился этим же местом Писания сегодня Первое Петра 2.9 Потому что Бог говорил мне, что мы, как его дети, рождены для его цели Каждый из нас Не имеет значения, насколько мы молоды или насколько мы стары Мы рождены с целью Мы избранное поколение Мы царственное священство И какая причина тому, что мы царственные священники Чтобы показать вперед Его и Его прославлять Провозглашать доброту и благость на земле живущих Он взял нас из тьмы и привел нас в Его чудесный свет Аллилуйя Я сейчас попрактикую мой русский Потом он повел меня в книгу Еремия, первую главу И первый стих Он сказал Прежде чем ты родился, я уже избрал тебя Другой перевод Библии говорит о том, что мы избранное орудие Перед тем, даже когда мы родились, Он у нас уже отделил И Он нас посвятил И Он нас отделил и поставил И помазал нас Мы избранные Мы поставлены И мы помазаны Чтобы показать Его славу Потому что мир в замешательстве И миру нужно знать, что Бог думает о них Иеремия 29.11 Там также написано о том, что Бог, как мыслит Он о нас Бог говорит, что я знаю мысли мои о тебе И Его планы для нас, это мирные и они добрые планы Они не для зла Они для добра и все, что станет потом для нас хорошо, они добрые Иногда очень хорошо, чтобы я сама себе напоминала о Божьих планах, которые Он имеет для меня Потому что есть очень много голосов в этом мире Голоса, которые не говорят истину, что говорит Слово Божье Но нам необходимо вдохновлять себя Словом Божьим Нам необходимо напоминать себе, что мы царственные священники Потому что цель царственного священства Это чтобы показывать Его славу Показывать всему миру, что Он выводит нас из тьмы в Его чудесный свет И скажи сам себе, что я избран Богом Я избран Богом Я поставлен Богом Это означает, что у нас есть цель У нас есть предназначение, для чего мы здесь И мы помазаны Богом Он говорит, расскажи немножко о нашей семье Мой муж и я, мы только отпраздновали сорокалетие нашей совместной жизни Аминь И мы 34 года в полном служении вместе 33 года в полном служении 33 года в пастырями, которые мы начали Церковь, церковь начали Мы приехали из штата Индиана И если вы не знаете по карте, где находится штат Индиана Это очень рядом с городом Чикаго Мы живем в очень красивом месте У нас фермер вокруг нас Фермерские угодья Наш климат очень похож на Украину У нас четверо детей У нас три невестки И пять внуков Все наши дети любят Бога Все наши дети избраны Богом Двое наших детей, они в полном служении Наш старший сын работает с нами в служении уже более 15 лет И он наш помощник, ассистент пастыря И наш младший сын, он лидер прославления Ей 25 лет А самому старшему сыну 36 лет Три мальчика, одна девочка Мы благословены И то, что мы праздновали 40 лет совместной жизни На самом деле это чудо Три года после того, как мы поженились Мы были настолько близки от подписи, чтобы развестись Мы очень глубоко ранили друг друга первые три года нашей совместной жизни Но Бог сделал чудо в нашей жизни Он заглянул в самую глубину, там где была тьма И вытащил нас в свой свет Он спас нас, Он искупил нас от разрушения Мы очень много нас простили И поэтому мы очень много любим Его И такая большая привилегия Идти туда, куда Он нас посылает И стоять как трофей Божьей славы Мы знаем, что мы здесь не потому, что кто мы есть Но только потому, что благодать и доброта Божья к нам Спасибо А теперь вы послушаете моего любимого проповедника Аминь, praise the Lord Спасибо, слава Богу Будьте добры, давайте встанемся вместе Я желаю помолиться за вас Библия говорит о том, что мы смело приходили в трон Божьей благодати Потому что Его трон называется святым Может быть называться праведным Может быть трон называться трон суда Но Он называет Его трон, трон благодати Потому что мы можем прийти с дерзновением и в Его трон благодати Господь, я благодарю Тебя за общину Я благодарю Тебя за переводчика Потому что переводить послание тяжело Но я благодарю Тебя за дары За слова и помазания И я говорю мир сейчас, Господь Во имя Иисуса из Назарета Каждое сердце Наш разум Наши надежды Во имя Иисуса Христа Аминь Дайте вот опять друг другу Рядом сидящему И можете присесть Это чуть-чуть американский жест Откройте ваши Библии Откройте Деяния апостолов Седьмая глава Две вещи, о которых я хотел бы поделиться с вами сегодня Бог призвал каждого верующего Чтобы он был влиятельным в своем мире Мы слышали об этой ужасной трагедии Которую сегодня утром Мы услышали, где деток казнили Как их воспитали, чтобы они стояли за веру в Иисуса Христа Они не делали это крича и восклицая Они просто стояли и верили в Иисуса И иногда я слышу, когда Евангелие проповедуется Я иногда думаю, из какой Библии ты сейчас проповедаешь? Когда ты принимаешь Иисуса Христа как Спасителя Или как иногда люди проповедуют в Англии Такое ощущение, что у тебя никогда больше не будет проблем Все будет у тебя прекрасно Но мы живем в мире падения Потому что Библия говорит, что Сатана Он есть князь мира Он есть бог этого мира И он ненавидит человечество Потому что человечество сотворено в образе подобия Божьем И если я хочу кого-то ранить Но я не могу дойти до этого человека конкретно Я буду ранить и обижать того человека, который рядом с ним находится Дьявол не может ранить нас И он пытается ранить тех, которые Бог любит Бог любит тебя Бог любит тебя Апостол Джан Он говорил, что я тот ученик, который Иисус любил очень сильно Это написано в Иоанне 19 Это также написано в Иоанна 20 И также два раза в 21 главе Иоанна Он обращается и говорит, что я тот ученик, которого Иисус любил Иисус любил всех учеников И Иисус любит всех нас Но что тебе необходимо знать И тебе нужно откровение Что Иисус любит тебя Аминь И вы можете сказать, что Иисус любит весь мир И Иисус любит нашего пастыря и его жену И Иисус любит нашу пастыря и его жену И Иисус любит общину Бог так любит мир Что Он отдал своего единственного Сына Но все изменяется вокруг тебя, когда ты осознаешь, что Бог любит тебя И Иоанн имел это откровение Он говорит, что я тот ученик И Иисус любил Посмотри на брата или сестру, который рядом с тобой сидит И скажи ему Я знаю, что Иисус любит тебя Но я Его любимчик Я знаю, что Иисус любит тебя Но я Его любимчик Знаете, что мы все можем быть Его любимчиками И не имеет никакой разницы, что Бог любит весь мир До тех пор, пока ты знаешь, что Он любит тебя конкретно Когда ты знаешь, что Он тебя любит Вы не делаете это, потому что вы ненавидите кого-то Вы можете делать это только потому, что вы осознаете, насколько вы любимы И у вас есть откровение о Божьей любви в вашей жизни В Деянии 7 глава мы видим историю Стефани Его арестовали И вот стоит перед властями, как те маленькие мальчики И Стефан, будучи таким еврейским хорошим мальчиком Он им начинает повествовать историю Израиля Он стоит и напоминает им, властям, кто они И кто является Бог для Израиля И потом он говорит о Ишуе И после они Его ненавидят за то, что Он сказал И они начинают Его побивать камнями Но вот что самое замечательное Стефани Он знал, что Он любим И он не мог помочь, как только выражать свою любовь к Израильскому народу Они не относились к Нему красиво У них были камни в руках И вот они начали Его побивать И они были хороши в том, чтобы убивать людей Это не было один камень Это было вновь и вновь и вновь Но Он их не проклинал Он не обзывал и не говорил плохие слова Он даже не сказал, Боже, суди их Он не призвал огонь с небес на них Он сказал, не вмени им И там рядом стоял человек, который держал одежду Это был человек, его звали Сав Он был лидер фарисеев И он держал одежду Стефана, когда его побивали камнями Он слышал, когда Стефан сказал, не умени им И Библия говорит, когда Стефан сказал это Ишуа появился Ишуа появился с трона Бога Когда мы начинаем любить так, как Он любит Вы всегда будете привлекать внимание Бога Знаете ли, в Луке 9 глава Ученики были рассержены Их не уважали, не почитали Иисуса не почитали Они пришли к Ишуа и говорят, что нам призвать огонь с небес Это вот, что Илья сделал У них была Библия основания, на котором они могли это сделать Они цитировали то, что Илья говорил И Ишуа говорит, нет Вы не знаете, от какого духа сейчас вы говорите Лука 9 глава 57 стих говорит так Я пришел спасти человечество, а не разрушить Аллилуйя Я хочу верить вместе с вами Что эти молодые люди, которых казнили Только потому, что они были верующие Что их жизни, это будет как семя Так же само, как жизнь Стефана была семья И те люди, которые привели в исполнение Многие стали верующими И давайте будем верить, что хотя бы Пусть даже один, но станет Среди тех, которые убили и казнили Станет как апостол Павел Кто-то, кто был убийцей Станет проповедником Ишуа Видите ли, если мы читаем Деяния апостола 7 глава И когда иногда мы читаем Библию Мы это можем заметить очень быстро И когда мы читаем Библию, мы это можем заметить очень быстро Он одобрил убиение В это время великое гонение Оно поднялось на церковь Верусалим И все апостолы рассеялись по разным местам Юдия и Самария Но кроме апостолов, которые сказали, чтобы оставались в Верусалиме Библия говорит, что нашлись добрые люди, и они похоронили Степана Они плакали, и они поклонялись Богу, когда они хоронили Но Савл написано, что терзал церковь И он входил в эти дома, где там плакали, скорбели И он разделял семьи И он забирал их в тюрьмы И поэтому церковь, она рассеялась повсюду Но вот что самое великое вышло из того гонения Куда бы они ни шли, они везде проповедовали Евангелие Они везде проповедовали Слово Божье Они везде проповедовали Слово Божье Аллилуйя Ислам сегодня преследует верующих Им все равно, кто ты Разве что ты мусульманин Им все равно, во что ты веришь Разве что ты мусульманин Но мы можем принять решение, когда приходят трудные времена Когда не все хорошо происходит Вот тогда вера наша поднимается Вот тогда наша любовь к Богу поднимается Это тогда мы провозглашаем Библию Дьявол хочет, чтобы мы замолкли Дьявол говорит, замолчи, не рада Они тебя все равно не заметят Они не будут преследовать тебя Но это не то, что верующие делали Они везде ходили, они везде говорили Слово Божье Помните Эстер? Помните, ее дядя предупредил ее Не думай, что если ты умолчишь Что ты сбежишь То есть она стала одной И она стала одной Которая пошла к царю И она спасла всю нацию Она спасла всю нацию Потому что она не пыталась прятаться Она спасла всю нацию Потому что она поговорила с царем Ты и я, мы призваны говорить с народом Мы не должны сдаваться и идти назад Мы не садимся и сидим Мы не должны быть тихими Эти люди говорили со своими детьми Вы не верующие только тогда, когда вы приходите на собрание Вы не только тогда, когда вы дома Или когда все прекрасно в твоей жизни Или когда ты чувствуешь присутствие Божье И все Давайте будем сидеть тихо И мир Но настоящие верующие Они могут выстоять во время гонения И провозгласить, что Ишу Господь Аминь Настоящие верующие Они не склоняются перед духом страха Библия говорит 1 Иоанна 4 глава Восемнадцатый стих Что совершенная любовь Она изгоняет всякий страх Что страх, который терзает That's why it's so wrong When a woman is afraid of her husband That's why it's so wrong When children are afraid of their father The ones that they're supposed to love The one that's supposed to love them When we love each other We ought to feel safe They ought to know that we are not tormented Они должны знать, что их не будут мучить The Bible says fear has torment Библия говорит, что страх Он имеет В страхе есть мучение Но когда ты люби им сильно Тогда ты не мучен страхом Помните, вот эти молодые люди Я уверен, что те, которые казнили этих молодых людей Они были просто удивлены и изумлены Потому что эти не умоляли и не плакали о пощаде Страх не мучил их Потому что они были любимы Иисус, когда страдал на кресте Когда был висел Лука 23, verse 34 Вы знаете эту историю Он говорит, Отец, прости им Потому что они не знают, что они делают И тот солдат-центурион, который повесил Иисуса на кресте Он услышал, когда Иисус сказал Прости им, Отец И он сказал, это, наверное, и есть настоящий Сын Божий Только любовь может так простить Ты и я, мы любимы очень сильно И поэтому мы прощены велико Моя жена говорила вам Мы очень много прощены Богом И мы очень глубоко любим Господа Мы простили друг друга И поэтому мы очень глубоко любим друг друга И когда мы верующие И Библия говорит Римлянам 5, verse 5 И Библия говорит Римлянам 5, 5 Что Его любовь Она вселилась в наших сердцах Мы можем прощать, как Бог прощает И это изумляет Когда Степан простил Иисус простил, но он был Сыном Божьим А Степан был просто человеком Тело и кровь Родился от Бога, родился от Духа Божьего Но у него любовь Божья вселилась в его сердце И поэтому он мог прощать Так же само, как Ишуа простил Так же, как Отец простил И так же, как ты можешь простить Никогда не говори Я не могу простить Мы прощены Поэтому мы должны прощать Иисус учит нас в Матвея 18 Он говорит историю о двух слугах Одного слугу простили Потому что он был должен очень много денег И он благодарил своего господина За то, что он простил ему много И он пошел и нашел своего друга раба Который должен был ему чуть-чуть денег И Библия говорит, что он схватил его так за горло Он говорит, плати мне, что ты мне должен А человек не мог заплатить Он тоже простил его, прости меня Но он его послал в тюрьму И когда господин его услышал Он не мог поверить Он говорит, я тебя простил Такой большой долг Но ты вот так вот столько не можешь простить И Ишуа дал урок Когда тебя прощают Ты должен прощать Или же тебя отдадут мучителям Так Библия говорит Непрощение Это мучение И во время конференции мы говорили Когда вы выбираете не прощать Это равносильно, что вы начинаете пить яд И ожидаете, что другой человек умерет Но когда ты выбираешь не прощать Это как ты пьешь яд И ожидаешь, что другой человек умрет Прощение это не для них Им нужно предстать пред Богом Прощение высвобождает тебя От того, что дьявол хочет сделать в твоей жизни Он хочет, чтобы твое сердце было каменелое Он хочет иметь доступ к твоему сердцу Он хочет мучить тебя Он хочет напоминать тебе Вновь и вновь и вновь еще раз О том, насколько тебя ранили О том, насколько несправедливо к тебе отнеслись Но вы можете сказать, как мама Тереза сказала Я помню И все, что было сделано И я выбираю забывать Я сделала решение Забыть это Вы знаете, когда на самом деле вы забываете Вы на самом деле потом забудете Потому что Библия говорит, что Бог простил нас И Бог выбирает не помнить Не для нас Но для себя Почему ему нужно забывать? Для того, чтобы он имел отношение с нами Если бы он не простил нас Он бы не смог иметь отношение с нами Если бы он не выбирал забывать То, что мы сделали Он бы никогда не смог иметь отношение с нами Если ты хочешь разрушить свой союз брачный Если ты хочешь разрушить отношение со своими детьми Или с братьями или сестрами в общине Просто напоминай им постоянно всегда Насколько они тебя ранили Насколько тебя ранили и обидели тебя Ну, ты неправильно по отношению ко мне поступил Вы знаете, каждый раз, когда мы думаем об этом Это равносильно, что еще один камень мы ставим И что научил нас этому библейскому принципу? Петр, будучи таким хорошим еврейским мальчиком Он говорит, сколько мне прощать в один день? Он говорит, семь раз? А Ишуа говорит, семь раз по семь Это 490 раз В один день В один день Я на самом деле не такой умный Я уверен, что я не самый умный в этой комнате Но я достаточно не глупый в одном Если пастор обидит меня И он сделает еще раз, еще раз, еще раз Я уйду с этого зала Я не буду стоять там И позволять, чтобы он меня ранил Я достаточно умный, чтобы уйти Чтобы пастор не позволяет пастору обижать меня и ранить еще раз, еще раз Так же и муж и жена не должны это делать И братья и сестры не должны терпеть это еще раз, еще раз Только один раз Они могут сказать что-то И они даже не осознают, что они ранили вас Иногда Дебби и я, я могу сказать ей определенные вещи Потому что я вырос в атмосфере такой очень жесткой Мой дедушка был очень жестокий человек И мой отец был такой очень грубый человек И мой брат и я, мы тоже стали такими очень грубыми ребятами И потом я стал верующим И не все изменилось за одну ночь Мне приходилось обновлять мой разум Словом Божьим Мне приходилось напоминать себе лично, что Божья любовь живет в моем сердце А потом мне нужно было делать какие-то странные вещи Я читал Библию И потом я начал жить Библией Вы знаете, вы можете знать Библию Но зная Библию не изменит твою жизнь На самом деле действовать и делать так, как Библия говорит, то изменит твою жизнь Но иногда Дебби и я, мы говорим Обычно это я И мне приходится просить прощения у нее Но если я не прошу простить меня Она принимает решение Я прощаю его Чтобы мы имели отношения Потому что если мы не прощаем Мы начинаем строить эти камни Эту стену между собой И тот принцип, который еще учил нас Заключается в следующем Например, повтор Постоянно включаешь повтор Например, вы смотрите какую-то очень замечательную игру И вот на каком-то кадре они показывают еще раз, еще раз Еще раз повтор Это то, что твой разум делает И если я говорю одно И я даже не осознаю, что я ее ранил, Дебби Потому что я такой вот Я измененный такой И говорю ей определенные вещи Я изменен И я ухожу Иду на работу Я вижу людей целый день Я даже и не думаю об этой ситуации Но она дома И она думает об этом И она думает еще раз Она думает о том, что я сказал И что я не сказал Что ей нужно было бы сказать Или что она хочет сказать И что она потом скажет Когда я приду домой И если она не знает Господа Она вытащит свой телефон И она начинает сообщения писать Своим друзьям И она начнет говорить И писать о том, что Насколько ужасно И насколько я жестоко с ней поступил И она пишет Я не могу поверить Представьте, что Они скажут ей Мы не можем поверить Что он такое тебе сказал Он так жестоко с его стороны Я знаю, что он такой И так повторяется Очень легко 490 раз в один день Мы можем быть обижены Легко Вы должны выбирать каждый раз Прощать Библия говорит таким образом 2 Коринфянам 10 2 Коринфянам 10 Глава Говорит о том, чтобы всякая мысль Она была в пленении Господа Все, что превосходит Все, что превосходит Все, что превозносится Не прощение Не прощение Это против знания Бога Когда мы выбираем Быть раненными Быть обиженными Это против знания и воли Божьего Если вы читаете 1 Петра и 2 Петра Он описывает Когда с вами несправедливо поступают И как мы должны реагировать И вот если мы правильно реагируем Тогда мы можем быть опять Избранным священством Царственным священством Показывать и нести его славу Потому что как Иешуа Мы прощаем Поверните 2 Петра 3 Откройте 2 Петра 3 Verse 11 Одиннадцатый стих Таким временем Для меня нестанавливается 2 Петра 3 Verse 11 2 Петра 3 Verse 11 Итак Если так все это разрушится То каким должно быть Святой жизни благочестенна Когда мы осознаем Насколько Бог свят И когда мы знаем Все что мы знаем Оно будет растворено Каким человеком Какого состояния человека Мы должны быть Мы должны быть святыми Один из путей Как мы ведем себя Святыми Угодными Богу Это прощая Когда мы прощаем Когда мы любим Людям И как намного больше В нашем доме Мы должны прощать Чтобы не было обид вокруг Все время Если мы не прощаем Тогда камень И строится Если Дебби не прощает Тогда она добавляет Камень Если дьявол Начинает повтор включать И каждый раз Когда он включает Этот повтор Еще один камень Добавляется И по истечении Некоторого времени Кто-то говорит Я не чувствую По отношению к Тебе Как я раньше чувствовала Что-то стало между нами Построилось Это не прощение Каменное сердце Чтобы сердце было мягким И чтобы сердце было чистым И прощать, как Иисус прощает Это прощать Прощай себя Некоторые вещи Которые я делал Перед тем, как я был верующим Я сейчас плачу От тех вещей Которые я делал Мне стыдно За те вещи Которые я делал И я могу чувствовать себя Виноватым За то, что я делал Но Библия говорит В Римлянам 8, 1 И во Христе Нет осуждения Те, которые в Мессии Я не буду жить Под осуждением Потому что я прощен Я любим Бог любит меня И Бог простил меня Для того, чтобы Он имел отношение с тобой Бог любит тебя И Бог хочет простить тебя Чтобы ты имел прощение И отношение И каждый, кто любит Если ты любишь, то ты прощаешь Для того, чтобы ты имел отношение Мы верующие Мы прощаем Мир не будет говорить О той трагедии Которую мы услышали сегодня Что детей Их обезглавили Казнили Но царство тьмы Она пронзилась Потому что Те дети Они любили Бога Они любили друг друга Они не были мучены Страхом Потому что они знали Того, кто любил их сильно И я верю Что придет великое спасение В народ тот Савл был великий Преследователь Гонитель Но он стал великим проповедником И у меня еще одно Место писания И я закончу Откройте Деяния апостолов Двадцать шестая глава Апостол Павел Стоит перед царем Агриппой Так же само, как эти дети Стояли перед этой группой мусульман Когда у тебя электропила в руках И когда ты рубишь с плеч головы Вы ожидаете, что люди Испугаются И будут иметь страх И что они упадут И будут в страхе ходить перед тобой Но эти дети этого не сделали Потому что они знали Что они любимы Богом Мы привозили сюда В Украину Когда была война Пищу И мы были также в лагере для беженцев И я разговаривал с одной пожилой женщиной И через переводчиков Она рассказала мне Что сделали Сепаратисты Ей пришлось сбежать с дома С одним кульком Это все, что она смогла взять И она начала бежать по улице Они ее схватили за руку И привели ее домой И они говорят Мы хотим, чтобы ты это увидела Старая женщина И они танком взяли И сравняли ее дом Она говорит А что ты думаешь сейчас Она говорила А я это уже видела раньше Когда я была маленькой девочкой Это были немцы Которые приехали Это были русские Они не остались долго И ты долго здесь не останешься И она ушла И потом она остановилась И сказала У меня на небесах Лучший дом Она могла это сказать И сделать Только потому, что Она знала, что Она любима Когда ты знаешь, что Ты великолюбим Ты можешь простить себя Ты можешь простить других Ты можешь стоять перед людьми Ты можешь стоять перед людьми Как Павел стоял перед царем Агриппой И ты сможешь сказать то же самое Что он сказал в 29 стихе Он говорит, ты почти убедил меня Быть христианином И Павел сказал ему И Павел сказал ему И Павел сказал ему И Павел сказал, молил бы я Бога Чтобы мало ли Много ли Не только ты Но и все слушающие меня Сделались такими Как я Кроме этих уз Это замечательно Я желал бы, чтобы ты был как я Только кроме этих уз Слишком много раз я слышу Как верующие люди Говорят О, если бы я был таким знаменитым Как этот Я хочу Никем бы быть Как только самим собой Я хочу быть Где-нибудь в другом месте Но только нигде я сейчас И в том положении В котором я сейчас нахожусь И Павел говорил Я хочу, чтобы ты был как я Таким, как я И как верующие Мы должны научиться Говорить людям Я хочу, чтобы ты был как я Да, конечно У меня есть мои Природные такие вещи Может быть, я старый Может быть, я слишком низкий Может быть, что-то не так со мной Но я знаю Ишуа И я хочу, чтобы ты знал Ишуа Встаньте, пожалуйста Встаньте, пожалуйста Встаньте с ним Я хочу помолиться с вами И пастор придет и закончит служение Отец, я благодарю Тебя И прославляю Тебя За Твою великую любовь Любить это не так уж легко Любить это не так уж легко Любить трудное Наша любовь к Тебе Она проявляется тогда, когда мы проявляем любовь к тем людям, которые ранят нас Мы понимаем прощение от Тебя Когда мы можем прощать других Так же само, как ты простил нас Помоги нам, Дух Святой Любить так, как ты любишь нас Когда трудности вокруг нас Мы не будем убегать и прятаться Но мы будем как те верующие, которые описаны в Деянии 8-й главе Мы пойдем везде Проповедуя Слово Божье В нашем доме вначале Мы будем прощать тех, кто ранили нас В нашей общине В нашем городе В нашей стране И Господь в это утро Мы высвобождаем силу любви Мы высвобождаем силу прощения В жизни тех людей Которые казнили тех молодых людей Дух Святой Приведи их ко спасению И освободи их от Духа смерти В Боим Иешуа Аминь Как-то неожиданно, правда Поворота прощения О ранах, которые мы переживаем Вы знаете, когда пастор Джон говорил О том, что Сколько раз прощать мне брата своего Он говорил, сколько раз как пастор Он мог ранить людей И даже не знать об этом Я не знаю, сколько я мог ранить людей Во время проповеди Во время нашего общения Но я знаю точно, что Никто не ожидает от меня того, чтобы Мое поведение было Кому-то в тягость Но каждый ожидает Чтоб я понимал о других Ну вы же пастор Вам нужно всех прощать Те, кто вам делает больно Я подумал Боже, как несправедливо Как несправедливо Сколько раз Наш Бог Наш прощал Сколько он раз нас Прощал Когда мы Делали глупость Когда мы обижали Когда распинали Своим поведением Своим осуждением Своим вообще как бы Мышлением И каждый раз Мы от него Ожидали Ведь он наш Бог Он нас любит И он нас простит Но как сложно Быть в отношениях С теми, кто рядом Кого видишь Кого слышишь реально Потому что не все Слышат Бога Правда? Чтоб вы хотели Чтоб он сказал Мы, наверное Быть очень обиделись Когда бы услышали Чтоб он о нас думает Иногда Поэтому нам тяжелее Реагировать Друг на друга Что нам говорят Наши дети Наши мужья Жены Родители Друзья Люди в общине Даже если они Ничего не говорят Проходят мимо Мы уже обижаемся Что он и сейчас Не сказал ничего То когда говорит Нам не нравится То когда молчить Тоже не нравится А вам Вот мы На этом месте Хенели Спасибо за то Слово Которое Пронзает Наше сердце Оно Обличает Нас И сегодня Это время Которое Поворачивается Спять Знать Как бы Любые слухи Они нас Не разочаровывают Потому что Потому что мы знаем Кого мы верим И кто мы Когда мы знаем Что мы любим И тобою И даже если нам не нравится Что мы слышим Оно ни в коем случае Нас не заставит Уйти Из зала Уйти Уйти из домашней группы Уйти Уйти из Центра Уйти из Семьи Уйти из Общины Господи Дай нам иметь Откровение Свыше Что мы В одном теле Созидаемся В твоем теле Не в чужом теле И что в этом теле Есть Не только Болезни Но есть Антибиотики Которые лечат нас Слово Приходящее С неба И ты оставил Это слово Здесь С нами В Библии В Писании Которое Оно обличает Нас И Оно врачует Нас И сегодня Этот день Который врачует Нас Дух Святой Спасибо тебе За это слово Что Господь Мы слышали Слышали Что ты Любишь Нас А мы Любим тебя Спасибо За это слово Потому что Когда мы Любимы Тобою Тогда Господь Мы понимаем Как много Ты понес На себе На смех На все Насмешки Унижения Побои Проклятия Всевозможные Ты понес На себе На там Голгофском Кресте Господи Боже Наш Как нам Уразуметь Это Как нам Принять Это Как Переварить Это все Боже Усвоить И чтобы Быть Этим Светом Ты Святой Благословляем Друг друга Господь Мы Благословляем Друг друга Мы Восвобождаем Прощение И мы Господи Забываем Обиды Забывая Прошлое Мы Стремимся Вперед Господь К Тебе К совершенству Твоему И оставаясь В теле В служении В том Где Ты Нас призвал Господь Возрастать В Тебе В усилении Нашего Духа Стремления И веры Потому что Ты Бог наш Боже И если мы Каким-то образом Построили Стены Мужья Между женами Родители Между сыновьями Дочерями Господь Прости нас Если мы Построили Стены Между Служениями Выделяя Одних Против других Если между Людями Которые В общине По бизнесу Либо Ким-то Причинам Были построены Эти стены Недоразумения Непрощения Обид Господь Прости нас Пускай Твоя Совершенная Любовь Которая Разрушила Стену Стоявшую Верковой Стеною Между Евреями И Не Евреями Господь Соедини Нас В одно Тело Спасибо Тебе Акумана Мы стоим Спасибо Восхвалении Нашего Господа Проявят Наши чувства И понимание Что мы любим Наши чувства И Наши чувства Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо тебе! Спасибо! 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 !